А вот президент Турции сегодня в Москве. Официальный визит Эрдогана в Россию проходит на фоне испортившихся отношений с Западом. Зачем он поехал в Российскую Федерацию? Все подробности далее. Второй после перемирия визит президента Турции Раджепа Эрдогана проходит в атмосфере не снятых с Анкары российских санкций. Однако, как следует из официальных сообщений, с надеждой на урегулирование ситуации в Сирии. Прогресса в этом вопросе по-прежнему мало, но одобрительную риторику стороны начали использовать буквально с первых минут. Мне очень приятно отметить, что, видимо, никто этого не ожидал, что на уровне военных ведомств специальная служба становится такой доверительный и очень эффективный конструктор. Впрочем, во время протокольной съемки Эрдоган куда охотнее говорил об энергетике. Речь шла о перспективном газопроводе «Турецкий поток». Его строительство планируют проложить по дну Черного моря. И судьба трубы менялась уже не один раз. Мы встречались недавно на энергетическом конгрессе. Я считаю, что этот конгресс прошел очень эффективно с точки зрения восстановления наших контактов. А вот с контактами на Западе у правительства Эрдогана в последнее время дела идут туго. Например, Берлин запретил турецким чиновникам агитировать в Германии за конституционную реформу Эрдогана. После чего турецкий лидер сравнил политику Германии с нацистской. Поэтому дружелюбную риторику Эрдоган теперь применяет на другом, восточном векторе. Я рассчитываю, что нашими главными темами станет возобновление торгово-экономических контактов, особенно в сфере оборонной промышленности. Уже после встречи Эрдоган заявил, он рассчитывает, что Россия отменит визы для граждан Турции. Напомню, они были введены сразу вместе с экономическими санкциями, после того, как турецкие ВВС сбили российский военный самолет. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.